всем привет в одном из моих прошлых видео я рассказывал о том как разбить диск на локальные диски то есть делать например диски cd и так далее ну и там же я показывал как делать наоборот вот у многих зрителей возник вопрос почему нужно вообще разбивать диск зачем его разбивать на c на d почему это нужно делать я хочу ответить на этот вопрос а также дайте несколько очень полезных рекомендаций по поводу разбивки диска более подробно вы можете почитать в моей статье на моем сайте ссылочку я оставлю в описании под видео но и теперь приступим первое что я хочу сказать а вообще для чего нужно разбивать диск c это только в целях более удобного использования компьютера и в целях тех что вы не потеряете какие-то важны файлы документы вот которые вы можете хранить не на диске c например на диске d самое важное что может быть это если вдруг у вас при выходе из строя операционной системы то которая вас установлена конечно же на диск c если у вас не разбит диск на c d e и так далее то что у вас получится чтобы восстановить те файлы которые у вас были на c вам придется в режиме восстановления системы сохранять нужные файлы документы и так далее и это очень не удобно это очень проблематично сделать особенно для тех кто слабо понимает в компьютерах да и по времени это забирает очень много времени но для того чтобы сохранить все эти файлы второй момент это то что вирусы чаще всего заражают диск c естественно конечно вирусы заражают и диск d и так далее но чаще всего вирусы заражают только системный диск поэтому если у вас будет два диска например c и d вы получите возможность как бы сохранить файлы которые у вас хранились на d чтобы их не смог заразить вирус это конечно не сильно такой большой показатель но все равно стоит насчет этого подумать кроме того вы сэкономите огромную кучу времени если у вас всегда все будет лежать на диске d и даже при выходе из строя операционной системе все игры программы которые у вас там находится установочные версии все файлы документы они как были на диске d так и останутся то есть если вы будете делать заново переустановку системы вы отформатируете только диск c потеряете информацию только на диске c все что хранилось на d и других дисках у вас останется в принципе это основные такие моменты которые говорят что лучше создать диск c и d вот теперь несколько советов по поводу разбивки вообще диска советы будут такие в первую очередь не делайте диск c слишком маленьким и слишком большим рекомендуемые размер диска c это где-то от 80 до 120 гигабайт почему это так если вы сделаете слишком маленький диск c то у вас возникнут проблемы с установкой программ в папку program files кроме того через некоторое время операционная система начинает засираться различными типами временных файлов которые не всегда люди чистят и еще засирается различными точками восстановления различными обновлениями которые закачиваются и не удаляются все это потихонечку забивает ваш диск уничтожает пространство на диске таким образом через некоторое время с маленьким диском возникает проблема что на диске c не хватает памяти а из-за нехватки памяти на диске c вылазит целая куча других очень серьезных проблем компьютер начинает тормозить ему некуда прогрузить файл подкачки и так далее то есть очень много проблем о них я говорить не буду и не делайте диск c очень большим почему потому что если вы сделаете слишком огромный диск c например вы сделаете его на 500 гигабайт к примеру то что у вас получится при установке операционная система она может раскидаться по всей области данного диска то есть как некоторые файлы могут лежать на первом гигабайте некоторые файлы могут лежать на 500 гигабайт и это будет замедлять работу системы и загрузку операционной системы то есть момент когда вы будете включать компьютеры если у вас диск c будет просто невероятно огромный то соответственно загрузка от этого станет медленнее то есть соответственно я рекомендую делать диск c в радиусе 120 гигабайт не более что касается ssd дисков здесь вы можете не заморачиваться сссд диски работают очень быстро в какой бы области памяти не лежал системный файл поэтому если вы купили там двухсот пятьдесятку пятисотку терабайтник ssd шный который уже сейчас выпускает то проблемы нет можете полностью оставлять сссд диск под диск c то есть там время загрузки вы разницу не почувствуете вот на обычных же дисках такая проблема возникает что чем больше диск тем больше будет загружаться операционная система и есть моменты когда включаются какие-то определенные службы то они тоже могут подтупливать из-за слишком большого диска не стоит с диска c переносить системные папки на диск d это чревато тем что некоторые приложения просто смогут не работать соответственно из-за этого вы получите какие-то нерабочие программы нерабочие службы нерабочие компоненты операционной системы и таким образом у вас будут возникать различные проблемы поэтому обязательно все системное все что касается операционной системы это драйвера это различные какие-то программы которыми вы пользуетесь вот сама операционная система все ее папки все ее файлы все обязательно храните на диске c переносить их эти папки возможно но если вы не умеете неправильно это сделаете то будет целая куча проблем на диске d рекомендую сохранять любую мультимедиа любые мультимедиа данные то есть это могут быть игры музыка фильма и так далее то есть на диске d у вас как бы всегда есть такой островок на котором у вас сохраняются ваши личные файлы еще момент если есть какие-то очень важные документы очень важные рабочие файлы то я уже рассказывал в одном тоже из предыдущих видео как сделать так чтобы их сохранить и как защитить их от вирусов вот посмотрите это видео я оставлю аннотацию еще хотел рассказать вам о том не делайте слишком много локальных дисков почему потому что чем больше у вас будет локальных дисков тем соответственно больше будут расходоваться ресурс компьютера для поиска этих локальных дисков и непосредственно нахождение информации на них я рекомендую сделать только два диска диск c и диск d для диска c вы соответственно выделяете полностью все системные файлы сама операционка там установлена она диск d вы складываете все остальные файлы не делайте c d e f и так далее то есть это совершенно бесполезно может быть кому-то это будет удобно но на самом деле для улучшения быстродействия лучше использовать только c и d но если у вас да и нельзя определить можете использовать там c e или c f и так далее еще один очень очень хороший совет в случае если у вас старый обычный жесткий диск и у вас уже операционная система начинает подлагивать то сделайте так перри разбейте диск сделайте диск c большим то есть к примеру там 200 гигабайт если у вас 300 гигабайтный жесткий диск и сделайте диск d чем меньше то есть 100 гигабайтный и на диск d поместите операционную систему почему я рекомендую делать так на старых дисках которые очень сильно тормозят потому что область диска c которая находится ближе к началу она более заезженная потому что скорее всего чаще всего вы устанавливали операционную систему именно на диск c и соответственно заезженная область она уже работает намного хуже чем например диск d на котором могли лежать файлы но которые редко использовались поэтому в случае если у вас старый диск и вы хотите получить немножко ускорение работы вашего компьютера за счет диска сделайте установку в самый конец диска то есть переразбейте диск сделайте c большим сделайте d системным то есть установите туда операционную систему соответственно тоже такой же самый подход используете 80 120 гигабайт в данном случае для диска d чтобы ускорить работу системы принципе это все что я хотел рассказать в данном видео в следующем видео тоже было очень много вопросов по поводу того как максимально очистить диск c тем кто его изначально правильно не разбил и на нем там 30 гигабайт и меньше то есть как сделать так чтобы больше было свободного места при том же самом количестве гигабайт я расскажу в следующем своем видео но сейчас если вам понравилось видео можете его пролайкать если вам понравилось видео можете посмотреть другие видосы на канале на канале очень много интересных и очень полезных видео но если эти видео нравятся подписывайтесь на канал и ждите новых интересных видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok удачи 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 Субтитры подогнал «Симон»!